здравствуйте меня зовут лена в этом видео я вам покажу актуальный сейчас дизайн свитерок и так по традиции в начале видео говорю какой гель-лак у меня на ноготках сейчас на ногтях у меня гель-лак камильфо 059 и глитерный real professional little bit номер 142 очень крутой гель-лак я очень долго искала именно такой розовый цвет приступим к выполнению дизайна я покажу вам дизайн на двух ноготках наносим на ноготках гель-лак камильфо д 071 нанесли гель-лак и отправляем в лампу и лак уже просох он очень плотный поэтому достаточно одного слоя теперь наношу матовый топ oxy кашемир на чтобы же просох даем ноготку остыть 10-15 секунд и снимаем липкий слой теперь мне нужна капелька гель-лака того же гель-лака которым я покрывала ноготок беру свою любимую тонкую кисть очень важно чтобы на кисти не было слишком мало гель-лака и слишком много гель-лака вот так вот слишком мало вот так вот слишком много берем среднее количество и начинаем прорисовочку ставим точку закругляем справа ниже ставим точку закругляем закругляем не забывайте делать отступы чтобы гель-лак не растекся закругляем 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 теперь по бокам нарисуем пунктирчик и по бокам такие же косички как посреди Теперь нам понадобится прозрачная акриловая пудра и хорошенько присыпаем. Присыпали и отправляем в лампу. Ноготок уже просох, беру щеточку и смахиваю лишнюю акриловую пудру. Хочу подчеркнуть то, что данный дизайн топом перекрывать не нужно. Если вы перекроете топом, то потеряется весь смысл дизайна. Приступим ко второму ноготку. На второй ноготок наношу гель-лак Камильфо номер 119. Очень красивый лиловый оттенок и также хорошо насыщенный. Нанесли гель-лак и отправляем в лампу. Ноготок уже просох, наношу на него матовый топ Окси. Наш ноготок уже просох, даем ему остыть 10-15 секунд и снимаем липкий слой. Теперь мне понадобится капелька такого же гель-лака и кисточка. Начинаем рисовать. Сейчас я постараюсь весь ворс окунуть в гель-лак. И будем проводить линию. Одну линию провели. Проводим еще одну линию. Линии у нас будут несимметричные. Так будет легче вам нарисовать. Нарисовали вторую линию. Теперь набираем гель-лак на кисть. Рисуем вот такое зернышко. И с правой стороны. Сверху маленькую можем дорисовать. И снова снизу. Сверху маленькую можем дорисовать. Нарисовали. Теперь справа у нас практически места нет, а слева еще есть. Поэтому можем зернышки еще дорисовать. Если у вас так получилось, что у вас и справа есть место, можете и справа дорисовать. Берем прозрачную акриловую пудру. И присыпаем на ноготок. Для этого дизайна подойдет именно прозрачная акриловая пудра. Не белая, не розовая. Именно прозрачная. Хорошенько присыпаем со всех сторон. Напомню, что данный дизайн нужно просушивать два раза дольше, чем обычно вы просушиваете гель-лак. Присыпали и отправляем в лампу. Ноготок уже просох. Берем щеточку и смахиваем лишнюю акриловую пудру. Напомню, что данный дизайн мы топом не перекрываем. Иначе потеряется весь смысл дизайна. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Возле кнопки подписаться нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Все ваши вопросы оставляйте в комментариях. Я обязательно на них отвечу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!